всем привет как всегда говорю спасибо тем кто пишет комментарии под моими монологами читать их для меня сплошное удовольствие я узнаю очень много нового очень много интересного и иногда подключаюсь к беседам но к сожалению на все комментарии ответить не успеваю потому что не хватает времени на это к сожалению извините стараюсь как могу иногда получается иногда да что-то пишу ну и спасибо всем тем кто материально поддерживает канал это тоже очень приятно и полезно ну а сегодня вспоминаю британский блюз да кстати говоря напомню если хотите увидеть какую-нибудь пластинку в моих руках посмотрите в плейлисты в плеилистах уже очень много всего и может быть пластинка которую вы хотите увидеть уже отснято уже есть можете на там перемотать нажить на кнопочку и увидите ее ну или нет если нет то пишите может оказаться так что пластинка которую вы хотите увидеть находится у меня дома в шкафах я их достану и покажу ну вот например у меня просили поговорить о пластинке deep apple вот этой вот хорошая мне очень нравится она уж уж точнее но это в другой раз другой раз сегодня настроен на британский блюз вот на такой британский блюз эту пластинку я купил в берлине на балашином рынке огромном я не понял как он называется гигантское такое поле там играют рок-н-ролльные группы всякие клоуны выступают и глинющие ряды совсем всем всем где продается все 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 от американской военной формы до советских календарей одежды и всяких предметов быта ну и пластиночные ряды тоже достаточно большие keep hardly band увидел я эту пластинку потом увидел что их там две разных обе купил не помню уже за сколько за дорого как-то но они настоящие оригинальные английские немножечко попиленные но родные здесь искать оригиналы keep hardly band наверное да наверное они есть где-то где-то они проходят болтаются и стоят дешево явно когда я был юный ходил на толчок у магазина юный техник на черный рынок то есть вот эти все пластинки кайфовые блюзовые английские они все и шли как колобахи все эти крим все эти эрики клептон и все эти кив хатли бэнд все эти джон майлы джон и майлы которого я собираю которых у меня штук на 35 уже пластинок все это были колобахи никому это было не надо все покупали deep apple pink floyds вот zeppelin и что там еще king crimson а вот это все это как никому никуда зато люди умудрались собрать хорошие коллекции например мой друг саша старцев покойный саша с кримами собрал весь крим всего клептона весь animals эрика бёрдена отдельно и все покупалось там за 15 20 рублей на талочки но за 25 колобахи никому не надо вот так советском союзе такое было представление о рок-музыке потому что pink floyd это да а крим это колобахи ну бог с ним те времена прошли мы теперь понимаем что есть что так кив хаттли бэнд кив хаттли замечательный барабанщик один из таких корневых ключевых музыкантов англии того времени да и не только того времени а и более позднего времени конец 60-х начало 70-х играл он заменил ринга стара в группе роя storm and harry games harry кейнс по-моему называлась группа я не помню как и называлась до битлз после ринга после замены ринга стара он три года по моему работал с джоном лордом группе арт вудс и дружбы с джоном лордом пронес на долгие долгие годы уже в более поздние времена уже ближе к нашему времени он записал две пластинки с джоном лордом у меня их нет я их слышал на пиратских компакт-дисках в свое время и даже ставил их на радиорокска как-то как-то было время это блюзовые блюзовые истории джона лорда чисто такие хамон торган с вокалом да с гитарой с кифом хартли очень очень интересно на гитаре здесь играет миллер андерсон он же поет миллер андерсон еще а ну киф-хартли и работа с жоном майлом конечно до образования киф-хартли бэнд он записал несколько пластинок с жоном майлом чуть позже я к этому вернусь миллер андерсон вокалист и гитарист этой группы он еще интереснее пожалуй нет нет в англии группы в которой не играл миллер андерсон он играл в т-рекс записал альбом dandy and the underworld играл в собой браун играл в маунтин играл где-то еще где-то еще где-то еще где-то еще где-то еще и масса групп в которых он играл там месяц-два потом уходил в другую группу его ниоткуда не выгоняли наш он очень высококачественный гитарист и отличный певец его мотала он искал что-то свое сольных альбомов него по моему 22 или три всего но очень много работ с разными музыкантами очень много очень кайфовый гитарист очень кайфовый певец на бас-гитаре играет гарри тэйн здесь знакомый по группе юра и хип правильно да замечательный бас-гитарист крутейший музыкант и здесь он себя показал как блюзман как настоящий блюзовый бас-гитарист с рабочий такой ритм-секции железный и в то же время свинговый как 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 положено в общем все хорошо питер дайнс орган и фортепиано спит джеймс еще одна гитара ну кив х кив хартли понятно барабаны и лидер группы и раз два три 4 4 музыкантами я их не знаю кроме криса мерсера тенор-саксофон остальные от остальных я не знаю просто крепкая духовая секция но они не входят в состав в кив-хартли бэнд они для этого альбома как бы приглашены и записали такую пачку дудок крутейшие в общем очень мощно очень мощно все звучит хорошо перейдем к делу собственно говоря пластинка начинается с телефонного звонка телефонный звонок документально не сыграно ничего в студии ничего не прописано это на автоответчики видимо записан телефонный разговор кифа хартли с джоном майлом кифу хартли звонит джон майл и говорит кив у меня для тебя неприятные новости кив спрашивает какие документальный разговор настоящий это кив хартли прикололся и вставил эту запись в пластинку в начало и в конец пластинки продолжение разговора какие и джон майл говорит ты уволен кив после записи нескольких альбомов с джон майл блюзбрекерс джон майл у него он у него постоянно менялся состав музыкантов постоянно и с ним переиграли все все звезды британского блюза вообще все вообще нет ни одного серьезного британского блюзмена который не играл бы в джон в группе джон майл и в какой-то момент майл посчитал что ему нужен другой барабанщик не из-за того что кив хартли плохо просто в другом стиле немножко нужно уйти в другую сторону и он звонит говорит кив ты уволен и реки говорит ну что ж ну бывает ничего его посмеялись и и и продолжили диалог на другую тему и диалог этот в конце пластинки продолжается в общем уволенный кив хартлис как раз после этого собрал собственную группу джон майл ему посоветовал кстати говоря что кик тебе нужно пора собирать собственный состав потому что ты у тебя все в порядке все получится вы надо сказать все получилось потому что после записи альбома халф бред вот этого первого группа выступила на вудстоке на фестивале вудстоке с большим успехом очень крепкий сет отыграли потом было еще несколько альбомов тоже состав немножко менялся у хартли но музыка оставалась настоящий британский блюз вот настоящий такой кандовый не как у группы free free все-таки уход я очень люблю free но у них уход все таки в тяжелый рок такой блюз рок если первые два альбома и особенно первым чисто блюзовые дальше уже пошел тяжелый рок с блюзом пополам то здесь чистый блюз чистейший просто вот клейма негде ставить правда правда на второй стороне духовая секция дает себя знать и да собственно говоря и первая песня тоже она напоминает группу chicago немножко а на второй стороне тума сынкин произведение она очень похожа на музыку blood sweet and tears там появляется скрипка при том что же скач при том что плотная такая не подкладка плотная фактура гарри тейн на басуке в хардли на барабанах мочит молотит так чтобы мама не горюй у него такие здесь пассажи такие прорывные брейки что ух как любо-дорого слушать но вот на этом плотнике появляется скрипка усложняется гармония духовая секция начинает играть что-то свое и такой пошел blood sweet and tears но я люблю эту группу поэтому я не сын не обломался очень очень здорово а первая песня песня с рикет как раз который начинается с телефонного разговора пошел синкопированный такой вот грув и на нем гитарное соло протяжное длинное можно насладиться как играет миллер на миллер андерсон по спид джеймс там поддерживает помогает длинная гитарное соло на по фактуре песня очень похожа на chicago i'm a man если помнить такой вот такая вещь с первого альбома chicago chicago transit authority первые первая пластинка она по гармонии по подаче по структуре очень похожа ну и что похожие похожи песня все равно другая прекрасная гитарная игра заканчивается гитара начинается соло на хамон торгане любо-дорого слушать просто вот такой блюзевич раз синкопированный такой очень интересный потом опять гитара поет андерсон все здорово длинно хорошо что длинно представишь пластинку и туда зарубаешься длинная хорошая песня следующий номер born to die называется еще длиннее на 10 минут но это безо всяких там синкоп это чистый медленный британский блюз медленный британский блюз опять с гитарным соло опять с хаммондом опять плывешь и плывешь и очень мелодичная бас-гитара прекрасная дейна и андерсон чудесно совершенно поет прямо красота андерсон в совой браун еще и да я говорил уже что в совой браун по моему пару пластинок он записал совой браун в качестве гитариста и певца и так просто туда зарубаешь и думаешь ну вот эту пластинку да это такой лучший образец оттяжного блюза британского не черного блюза который все-таки жесткий который все-таки веселый мажорный драйвовый а британский сумеречный такой печальный немножко такой хороший но ничего все в порядке shining for you последняя песня на первой стороне номер три потому что две первых они одна что-то такое 7 минут 2 10 дали блюза вот shining for you она тоже не короткая но она дикая в быстром темпе с барабанами которые вышли наконец-то на первый план кифа hartley его том и его малый барабан и это все такое это не не школа джинджера бейкера он по-другому играет совершенно он играет как-то премия наверное да простить меня киф хатли наверно по при это не значит хуже но также громко как джинджер бейкерская скажем так также также разудала очень очень хорошо на второй стороне на ливен транг песня которая начинается как блюз потом зависает на одном аккорде и на одном аккорде начинается гитарная дуэль уходящая куда-то в чуть ли не в авангардный джаз потому что какие-то такие странные начинаются гитарные фразы совершенно не блюзовые но все равно а все а в блюзе а фактура остается вот это вот бас все вот это вот подача вся вся как началась так и идет но завис на одном аккорде и вот это гитарное переплетение такое удивляет just to cry совсем психоделический медляк психоделический блюз органный с гитарой немножко передохнуть после ливен транг после этого безумия гитарного ну а тумай стынкин я уже говорил здравствуй бла цветен тирш такой пошел пошла скрипка пошли дудки но дудки тут везде в принципе не зря пригласили квартет изумительных профессиональных духовиков но это такая немножко облегченная какая-то вещь тумай стынкин со сложной гармонии да а just to cry где завис такой психоделический она начинается как героическая английская баллада с вокалом запев такой героический классическая такая гармония как бы обозначить но героическая такая драматическая и после этого драматического запела вот это пошел такой космос 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 ну и в конце think it over too much to take хороший блюзовый рок с барабан на барабанно оттяжный финал пластинка на 5 с плюсом те кто любит гитарный британский блюз получат искреннее наслаждение пошел пить до новых встреч пока